МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом нам сегодня расскажет Виктор Иванович Богданевич, начальник отдела архивной информации и реабилитации, который нам расскажет, как же сделать справку о реабилитации быстро и легко. Давайте, во-первых, начнем о том, для чего эта справка нужна и кто может за нее обратиться и прийти к вам. Прежде всего, закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий направлен на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации. И с этой целью граждане получают справки о реабилитации и могут получить какие-либо компенсации на изъятое имущество, на то, что они были подвержены политической репрессии. С этой целью граждане должны обратиться к нам с заявлением для получения справки о реабилитации. Прием ведется нашим подразделениям по адресу улица Куйбышева, 7А. Категория граждан, которая может получить справки о реабилитации, это непосредственно тот гражданин, который был подвержен репрессии в виде выселения, ссылки или нахождения на спецпоселение, либо дети, родители которых находились на спецпоселении, в ссылке, в местах лишения свободы. Какие необходимы документы для подачи заявления? Прежде всего, это удостоверение личности, это паспорт российского образца, либо иностранного гражданина, либо лица без гражданства. Для детей, чьи родители были выселены, также необходимо дополнительно предоставить документы, это свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, если человек изменял фамилию. Гражданин не только может подать заявление нам лично, но также направить заявление по почте, либо может направить это электронной почтой. Существует портал госуслуги.ру, на котором гражданин может зайти, зарегистрироваться, получить доступ и подать заявление. Но когда происходит, ему нужно предварительно, допустим, прийти сначала в ваш отдел и какие-то документы подать, а потом уже зарегистрироваться на госуслугах и ждать ответа, либо уже все документы можно будет туда поместить, и уже, например, ожидать этой справки? Не обязательно, не нужно к нам приходить через этот портал госуслуги. Человек может, не выходя из дому, зайти через сеть интернет на этот портал и подать заявление. И чем преимущество этого вида подачи заявления? Это человек не ходит, не выстаивает очереди длинные, не ждет, когда ему придет ответ, и придет ли, может быть, затеряется где-то. Здесь человек может отслеживать, на каком этапе находится рассмотрение его заявления. Ответы он получает в установленный срок и в полном объеме. То есть я так понимаю, что ему приходит потом ответ, где забрать эту справку, да? И он приходит только для того, чтобы ее получить на руки. Да, конечно. Либо, если необходимы какие-либо документы, ему также приходит ответ, и он оперативно может либо донести эти документы, уже четко зная, какие нужно нести документы, куда их нужно принести и кому. Ну вот и что, еще хотелось бы поделиться немножко своим опытом, потому что мне тоже приходилось как-то через госуслуги оформлять немного другие документы, но вот что удобно, что там назначают время приема, там говорят тебе сразу, какой кабинет, в какой день, и кто именно тебе примет, что очень-очень удобно. То есть ты знаешь, что ты придешь, и уже в определенное время попадешь именно в нужный кабинет, и не придется простаивать очереди. Да, это один из плюсов. Но вот сколько, в принципе, нужно ждать справку о реабилитации? Ну, согласно законодательству, срок исполнения данной государственной слуги – 3 месяца. Ну, в связи с возникшими сейчас осложнениями, в чем осложнение? Большинство граждан Республики Крым находилось на спецпоселении в республиках Средней Азии. В основном это Республика Узбекистан. Для того, чтобы мы смогли выдать справку о реабилитации, нам необходимо документально подтвердить нахождение граждан на спецпоселении. С этой целью мы делаем запросы в Республику Узбекистан для подтверждения нахождения их на спецпоселении. А в чем заключается проблема? Они не хотят сотрудничать с вами? Ну, они сотрудничают, но это сотрудничество... Ну, пока... Вот мы направили за полтора года более 30 тысяч запросов. К сожалению, на сегодняшний день исполнено крайне мало. Исполнение очень медленно происходит этих запросов. Почему объяснить я не могу. Запросы мы направляем в соответствии с соглашением межправительственным между правительством Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. И запросы такие должны исполняться. Хочется порекомендовать гражданам, у многих на руках имеются архивные документы, которые подтверждают, что их родственники или они сами были на спецпоселении, предоставлять такие архивные документы при подаче заявлений. Это существенно ускоряет процесс. Не будет необходимости отправлять запрос в Узбекистан и ожидать от них. Но я так понимаю, что именно они тормозят вот эту работу. Но нет ли каких-нибудь идей, как-нибудь по-тругому эту информацию извлекать? На сегодняшний день это проблемный вопрос. Он рассматривается как в правительстве Крыма, так и в правительстве Российской Федерации. Рассматриваются различные вопросы, решения этого вопроса. Пока какого-то решения. А как много человек у нас, в принципе, нуждается в такой справке? За полтора года, с момента, как мы начали принимать заявление, подало более 50 тысяч заявлений граждан. На сегодняшний день мы выдали 10 тысяч 100 справок о реабилитации. Находится в рассмотрении порядка 40 тысяч заявлений. То есть это еще достаточно много, достаточно еще существенная эта проблема. Но, тем не менее, вот вы говорите, что Узбекистан не хочет сотрудничать. Но мы же понимаем, что не только в Узбекистане люди проживали на тот момент. А вот что касается других стран, с ними, может быть, как-то легче удается согласовывать эти моменты? Либо тоже существуют проблемы? Именно поэтому такое маленькое количество выданных справок. Ну, основная масса проживала в Узбекистане. Ну, также и Таджикистан и Киргизия слабо присылают ответы. По остальным, остальные регионы, это регионы Российской Федерации, ответы приходят. Быстро. Конечно, да. Ну, а вы сказали, что могут принести паспорт, допустим, россияне, а также иностранные лица. То есть я так понимаю, что не обязательно быть гражданином России, чтобы оформить здесь справку о реабилитации? Либо это действительно важный пункт? Нет, не обязательно. В регламенте четко прописано, что человек предоставляет либо паспорт Российской Федерации, либо паспорт иностранного гражданина, либо удостоверение на проживание для иностранцев или лиц без гражданства. То есть в законе о реабилитации не сказано, что только граждан Российской Федерации нужно реабилитировать. Ну, то есть мы так понимаем, что даже люди совсем других национальностей, которые имеют другое гражданство, да, например, с Украины, точно так же могут прийти и сделать запрос об этой справке. К нам обращаются также и граждане Украины, и дальнего зарубежья, и из Германии, и из Греции к нам приходят. И даже из Германии. Да, из Германии тоже пишут. Наши бывшие граждане Советского Союза, которые были подвержены репрессии, также желают получить справку о реабилитации, пишут и получают. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы сегодня к нам пришли. Мы желаем вам успехов в работе, ну, надеемся, что все-таки с другими странами вам удастся наладить это сотрудничество, либо Россия найдет просто другой выход, как находить эту информацию, и вы сможете действительно помочь каждому, кто к вам обратился. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был Виктор Богданевич, начальник отдела архивной информации и реабилитации. Ну, а мы с вами не прощаемся и говорим до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!